добрый день уважаемые друзья подписчики участники проекта коллеги вот в российских сми пестрят заголовки о том что китай преодолел кризис и почему-то российские сми обходят очень важное финансовое событие финансовом мире китая которая просто невозможно обойти стороной если вы изучаете реальное положение дел в китайской экономике так вот это эпохальное в кавычках события это то что капитализация китайского фондового рынка проще говоря вся стоимость акций компании которые листингуются ли котируются на всех фондовых биржах китая имеется ввиду шанхайская шинджейская достиг пятилетнего максимума а те кто часто читает или довольно давно читают мое издание южный китай они помнят историю аналогично которая была пять лет назад пять лет назад китайские фондовые биржи достигли максимума они даже перегнали японские капитализацию японских фондовых бирж это было такое достаточно уникальное событие финансовыми но однако после достижения пика фондовый рынок китайский обвалился и ситуация была настолько печальная что для того чтобы спасать компании их акции народный банк китай его регулятор по ценным бумагам предпринимал соответственно скупку этих акций используя государственные деньги но не просто государственные деньги а пенсионный фонд почему именно пенсионный фонд и почему это именно обсуждалось потому что в отличие от россии мы должны вот когда говорим о китайском фондовом рынке у нас как бы из к российский фондовый рынок который привлекает внимание только очень узких специалистов у нас там если не ошибаюсь порядка десяти тысяч трейдеров то есть тех людей которые играют на фондовом рынке разместились соответственно свои средства вложили в акции и так далее ну вот на китайском фондовом рынке была даже такая шутка что трейдеров на китайском фондовом рынке больше член чем членов коммунистической партии сша классической партии китая извините соответственно если в компарте у нас около 90 миллионов человек членов то трейдеров то есть всех кто играет на фондовой бирже китая было около 100 миллионов почему ты говорит что в принципе каждая семья среднего класса китая пенсионеры и студенты я думаю что даже школьники которые достигли каким-то способом на возможности играть в фондовый рынок они все свои средства вложили в этот гигантский так и подмывает сказать слово ммм но вот в эту вот гигантскую на финансовую игру то есть о чем это говорит что в китае фондовым рынком занимается почти все население китая все население крупных городов у каждого есть вложения они соответственно вкладывают в те компании в которые они верят ну и к чему это привело в пятнадцатом году когда фондовый рынок обрушился он упал с 10 триллионов до 5 соответственно это привело к тому что он не только студенты потеряли свои там тысячу две тысячи долларов накоплений но это на самом деле привел к тому что пенсионеры китайские которые в принципе то не верят там ни в пенсию не государства они вот вкладывают в акции они тоже потеряли свои сбережения и по сути дела они соответственно уже этом трагедия она могла приобрести печальные последствия для всего китайского населения но тогда еще не было двадцатого года тогда китайская ввп рост примерно 8 9 процентов в год деньги имитировались государство накачивала экономику корпоративными потребительскими кредитами то есть в принципе до упала биржа да это было печально люди потеряли половину своих накопления кто-то на самом деле набору приобрел кто продал свои акции 1 естественно это инсайдеры крупные корпоративные игроки но тем не менее какой-то вселенской трагедии к людям выбрасывающимся из окна как это было время на великой депрессии в когда был настоящий скажем так эпидемия самоубийство брокеров вот такого не было ну а сегодня у нас 2020 год и капитализация китайских бирж достигла 10 триллионов долларов снова и вопросов к этой капитализации очень много и вообще к вопросам о реальных достижениях китайской экономики которые вот воспевает в части наших сми на самом деле почти все трубят о том что вот китай в третьем квартале показал на пяти процентный рост ввп но почему-то не говорят об этой сложной ситуации на бирже с одной стороны хорошо да то есть капитализация компании выросла каждую неделю появляется по 5 новых миллиардеров китая чем не преодоление кризиса чем не победа но на самом деле в реальности мы видим что общий рост экономики китай составляет один процент за этот год а бирже выросли на 30 процентов то есть по состоянии 19 год биржа стоимость биржи капитализации было 7 триллионов и вот сейчас откуда-то появился 3 триллиона долларов они все были вложены в эти акции то есть были куплены акции на общую сумму 3 триллиона долларов и капитализация достигла 10 то есть экономика выросла значит как рыба выброшена на берег время от времени значит бьется хвостом о сушу а вот бирже они выросли на 30 процентов если вы помните в одном из своих роликов я говорил что субсидия и значит дополнительная долговая нагрузка а также недополученные налоги то есть что такое фискальное снижение фискальной нагрузки по сути недополученные бюджеты государства на учителей на образование на инфраструктурные проекты так далее так вот вот этот весь объем массы денежный он по моим представлениям это не точно и потому что это этими расчетами должен заниматься настоящий институт на персту дальнего востока не знаю занимается ли он напишите в комментариях занимаетесь тут дальнего востока с новым руководством вот такими фундаментальными для экономики китая расчетами если да то скиньте ссылки с удовольствием почитаю занимаются они или нет так вот поскольку я не институт то по моим таким сточным крупными мазками расчетам вот какая сумма выделенных денег на спасение китайской экономики она оценивается примерно три четыре триллиона долларов то есть это где-то 25 процентов или треть китайской экономики от 25 до соответственно 30 процентов китайской экономики так вот выделенные деньги по идее по логике спасения экономики через вертолетные деньги это когда деньги раздаются потребителям соответственно и производителем вот здесь не вертолетные деньги назовем каким будь точечными ударами значит монетарных тамагавка которые пришлись по соответственно эти деньги попадали именно в крупные банки в соответственно крупной корпорации по идее нормальной схеме экономики деньги должны были распределяться так то есть центральный банк народный банк китай напечатал денег выдал их виде кредитов под определенную ставку крупнейшим коммерческим банком они выдали соответственно под большую ставку предприятиям крупным промышленным эти предприятия произвели некие товары продали потребителям потребителя не только отдали свои деньги этим предприятиям за эти товары мы получили деньги виде на зарплату часть из них они соответственно что-то вложили часть из них они купили товары продукцию и так далее и вот эти деньги они возвращаются дальше в предприятии виде прибыли он за розничные продажи и соответственно с процентами возвращается в коммерческие банки коммерческий банк уже выдает эти проценты возвращает их народную банку китая вот так выглядит нормальная схема экономики которая восстанавливается за счет монетарных стимул а что у нас происходит у нас рост потребительской активности значит на несколько процентов да пусть меня поправит напишет более точные цифры насколько потребительской активности продажи соответственно конечной продажи выросли в третьем квартале и вообще за три квартала но эта цифра порядка одного-два трех процентов может быть пять соответственно а рост бирж у нас составляет 30 процентов чего можно легко сделать вывод что все деньги которые были выделены не все но хорошо 95 процентов денег выделенных на восстановление экономики вовсе не пошли на восстановление экономики не достигли конечного соответственно рук потребителей они не были эти деньги со сне вернулись промышленности все эти деньги большую часть она пошла в спекулятивный капитал просто была вложена в растущую биржу и здесь очень понятно психология китайцев на самом деле это показывает что китайцы не верят собственное восстановление собственной экономики и китайцам у них есть психологическая черта они супер осторожны да то есть такая китайская пословица буха его аварии то есть не боюсь 10000 а боюсь 10000 один ну не дай бог что-то случится до из 10000 каких-то случаев вот 10000 1 какой-нибудь друг да вот то там идешь по улице тебя кирпич там упал да вот один на миллион такой случай но китайцы очень боязливый но другая сторона китайского боязливости психики китайцы это его чрезвычайная азартность все знают что китайцы это первое соответственно завсегдаты разных азартных заведений лудоманы о которых даже написано в романах что они за готовы были и детей своих проиграть имение и поместья и так далее и жены всех то есть вот азартность китайцев они видят что экономика падает но биржи растут это большая лотерея большая пирамида и китайцы массово вот эти деньги на восстановление они вовсе не идут на раскручивание китайской экономики она идет просто вот в бирже да то есть и что можно предположить ну очевидно что биржу когда-то ждет те же самые события что были пять лет назад почему потому что если внешний стимул китайского роста это зарубежные рынки ну а мы знаем что торговли сша увеличилась только на порядка величина одного процента за три соответственно кварталом и вообще внешняя торговля китая увеличилась на несколько процентов то есть речь не идет авиаобразном восстановлении драйвером китайской экономики являются внешние рынки соответственно все понимают что в какой-то момент это лавочка прикроется соответственно и биржа упадет снова вопрос только когда несколько вариантов существуют на этот счет соответственно разыска изложу их в второй части своего этого ролика который будет доступна участникам проекта от первого первого уровня и выше можно им стать через нажав кнопку спонсировать и так далее но очевидно что это произойдет и что будет дальше значит после того как биржа достигнет свою максимума это не обязательно это произойдет завтра не обязательно чтобы полностью повторил сценарий 2015 года все-таки появились новые предприятия и кстати говоря оптимисты по росту китайских бирж вот которые считают что так и должно быть когда экономика на процент выросла биржа на 30 процентов они такие не буду ругаться за их оптимистами до соответственно они считают что это будет дальше расти и биржи растут из-за того что ряд компаний произвело ай пиво то есть публичное размещение своих акций на китайских биржах действительно это так в китае даже активно происходит создание соответственно замещение китайского американских бирж высокотехнологичных насдах то есть появился в китае свои аналоги этих бирж китайские предприятия заставляют размещаться на этих биржах и де листинговаться на американских но все-таки это явление не объясняя 30 процентного роста то есть нету 30 процентов китайских компаний которые вышли с американского рынка и соответственно листингуется на китайском фондовом рынке поэтому это спекуляции спекулятивный на 90 процентов минимум соответственно явление но тем не менее есть такие вот оптимисты в отношении китайского фондового рынка они считают что да это новые компании они разместились на рынке его дальше будет дальше рост рост будет рост будет возможно еще на несколько триллионов юаней да то есть соответственно может быть биржа достигнут 12 13 триллионов но после этого по естественным причинам то что драйвером является внешней рынке будет спа спад будет жестким одномоментным и скорее всего будет повторять тот сценарий 1015 года конечно снаряд не падает никогда дважды в одну соответственно в одно и то же место дважды понятно что здесь может быть некие другие сценарии как максимально жесткий когда у народного банка китая нет денег на спасение биржи да так и максимально соответственно простой когда наоборот будут все деньги брошены на спасение бирж чтобы соответственно крупных игроков поддержать корпорации поддержать которые соответственно и спасает народный банк китая но здесь возникает какое противоречие у народного банка китая чем не многократно говорил на семинарах и так далее у него есть сразу одновременно несколько фронтов но ты государства как и банк который воюет на фронтов она обычно проигрывает первый фронт это спасение соответственно мало среднего бизнеса это огромные средства которые выделяются второй фронт это соответственно снижение фискальной полиции нагрузки то есть народы банки то я просто недополучают эти деньги третий фронт соответственно это бирже и соответственно четвертый фронт это удержание курса юаня почему очевидно что китайцы почувствовав недоброе 2020 году очень сильно почувствовали недоброе мягко говоря они начали массово скупку долларов то есть но в китае по ограничениям действует ограничение на лимит на покупку частным юридическим лицам это очень низкая планка даже если у вас соответственно 20 поддельных выгрузки паспортов начать из кишлаков все равно вы на 20 этих паспортов ну максимум миллион долларов можете купить в год ну а как бы если у вас даже 200 лица целая поддельная деревня выгрузка кишлак вот ты все равно это будет 10 миллионов долларов а ведь речь идет о миллиардах долларов их невозможно просто так вывести и более финансовый контроль китайский он беспрецедентно ужесточил все вот эти вот схемы по которым раньше китайские крупные коррумпированная на корпорации выводили деньги за рубеж под фейковые проекты ну и ты практически невозможно сейчас то есть вот несколько фронтов значит по сдерживанию курса по поддержанию биржи соответственно по понижению ставки и так далее то есть вот у китайцев очень много народного банка таких проблем возможно у народного банка он чувствует себе резервы и например двадцать первом году он сообщит о том что вот ставка и финансирование соответственно будет понижена и ключевая ставка будет понижена смягчить свои монетарные как говорится показатели тоже возможно это только отсрочить проблему что опять же драйвера внешнего рынка не созданы единственный внутренний драйвер китайский который мог бы его спасти это технологии но глубокое изучение китайских технолог технологических процессов внедрения технологий создания технологий в китае он говорит об однозначном ответе что китай не способен самостоятельно пока увеличить добавленную стоимость через углубление технологических процессов это постоянно фигурирует тема и даже всегда появлялись какие-то новости что вот китай скупил всех инженеров начинаешь изучать глубоко эту тему понимаешь инженеров скупили станки не могут купить там вот хуже чем соответственно плохие годы последние годы советского союза происходит полное простаивание не производства и так далее да деньги выделены но реально и не работают на технологическом процессе то есть любом случае рецессия ждет но когда и в каком масштабе и как народный банк будет реагировать это будет пока что ближайшее время но у народного банка сразу несколько проблем по решению и он не может все средства соответственно расходовать в одинаковом объеме и по спасению биржи и по удержанию курса юаня и так далее то есть в любом случае вот эта проблема чревато ну непосредственно значит что ожидает китай ну значит ожидает китай как мы уже выяснили падение непосредственно что ожидает китай ожидает китай падение падение соответственно достаточно резко если это будет образец 2015 года сразу же за год на 50 процентов фондовый рынок но грозит ли это краху всей китайской экономики всей системы нет на потому что мы знаем что у нас китае существуют ну за параллеленные на самом деле 2 до крупных сектор государственный и частный вот частный сектор максимальный размещен на биржах частный сектор является ответственно максимально ориентированным на экспорт почти полностью и соответственно конечно его ждет определенное падение а соответственно китайская экономика которая примерно 40 процентов завязана государственный сектор она останется устойчивой то есть произойдет просто сокращение фактически частного сектора которых я которым я говорю на которые приходят 60 процентов экономики насколько он сократится в каком объеме может быть на все 60 процентов но сложно конечно поверить что с такими аккуратными финансистами как в китае это возможно но это будет порядка 10 процентов сокращения это может быть 20-30 процентов зависит в ситуации на внешних рынках это первое но китайская экономика китай останется просто те массы населения которые будут вложили в это деньги они конечно разорятся и падение бирж это вовсе не экономическая проблема на самом деле как нам покажется на первый взгляд а это именно и не финансовая большая это социально-политическая проблема то есть огло огромный класс средних собственников средний класс китайские горожане они соответственно будут перетерпят сокращение расходов они будут недовольны властью соответственно они так и недовольны за 2020 год и за те изменения которые были после прихода с дзиньпина именно горожане среднее средний класс такие более либерально ориентированные на такие скажем западные ценности люди они недовольны недовольство конечно возрастет очевидно да что это будет такая социальная проблема крупная и конечно она будет использована определенными политическими силами конечно госсектор останется но очень важный момент что те кто наблюдал за итогами там падения соответственно бирж 16 году они очень важную вещь которым я скажу в этом ролике последствия 2 которых можно говорить но и который предстоит интерес для широких соответственно широкого круга зрителей первое это падение других бирж то есть это может спровоцировать и падение других азиатских бирж усугубит экономический кризис сша то есть какое-то падение бирж в соединенных штатах это отразится эхом и на падение на российских российского фондового рынка и очевидно что как и в шестнадцатом году китай это может отразиться на ценах на свин то есть соответственно может уменьшиться цена на нефть на газ на медь на железную руду то есть все то что потребляет китайская экономика то что она производит и так то есть она и так может уменьшаться из-за того что падает экспорт китайский но тут из-за падения бирж это будет шок очень сильный и цена на сырье уменьшится более детальные подробности значит что может вырасти потому что кому война кому мать равна что может вырасти после падения китайских бирж какой опыт у нас есть пятнадцатого шестнадцатого года я соответственно запишу для участников проекта первого уровня и выше это представляет интерес вот бизнесменам и соответственно тем кто работает с китаем профессионально спасибо большое ставьте лайки рассказывайте друзьям что вы думаете о падении китайской экономики выдержит ли китае каким образом китай будет стимулировать свою экономику как преобразу китай после падения этих бирж оставляйте комментарии подписывайтесь на канал спасибо большое